Вопреки пересудам и сомнениям отдельных пессимистов, Артемовский вошел в число лидеров голосования за благоустройство территорий по Свердловской области. По данным правительства Свердловской области на 5 мая мы вошли в число муниципалитетов, которые преодолели минимальный порог по количеству проголосовавших и тем самым обеспечили себе гарантированную поддержку на развитие городов из областного и федерального бюджетов. Показатели активности артемовцев 118%. Как уже пояснял министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, поддержка предоставляется только тем городским округам, где за объекты благоустройства проголосовало не менее 25% всех жителей старше 14 лет. Глава областного МинжКХ также напомнил, что одним из главных принципов нацпроекта «Жилье и городская среда» является участие в нем жителей, и чем выше вовлеченность в него горожан, тем больше шансов у муниципалитета реализовать предложенные ими проекты. Если же заинтересованность людей в этом вопросе низкая, то и затраты на строительство заведомо невостребованных площадок будут нецелесообразны. В Артемовском городском округе на голосование вынесено два объекта – парк возле железнодорожного вокзала и аллея напротив ЗАГСа. Голосование продлится до 31 мая, и это дополнительный стимул артемовцам, что называется, поднажать. Ведь чем выше будет финальный процент голосов, тем выше вероятность выделения более основательной финансовой поддержки федерального и регионального уровня. Кроме того, голосование – повод заявить о себе как об активном муниципалитете, где живут неравнодушные граждане, готовые приложить все свои усилия, чтобы сделать свой округ лучше, комфортнее и безопаснее. Голосовать за объекты в Артемовском городском округе могут не только его непосредственные жители, но и их родные, близкие и друзья, живущие за пределами нашего муниципалитета. Напомним, всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства 2024 года организовано в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Жилье и городская среда». Отдать свой голос за один из представленных в списке муниципалитетов объектов можно непосредственно на странице проекта 66.городсреда.ру, а также на портале госуслуги в разделе «Общественное голосование». Кроме этого, можно обратиться за помощью к волонтерам проекта, которые работают в крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания людей.